Женщина, как вас устраивает в это лето погода? Какая погода? Да. Холодная будет. Нет, вас устраивает в это лето погода? Нет, не устраивает. Не устраивает? А если я поинтересуюсь, у вас в квартире холодно или тепло, или как? Я еще не могу попасть в квартиру. Квартиру? А, стоп, погодите, минуточку. Вы почему не можете попасть в квартиру? Почему? Да. Администрация забрала ключи. Администрация забрала ключи? А почему у вас забрала ключи администрация? Клопы появились, все появились, вот это все, я заплатила. Я попал в свою квартиру. У вас отобрали квартиру из-за того, что вы не платили или что? Ничто не отобрал. Нет, вы говорите, администрация отобрала квартиру у вас. Да, сына свозили в Москву. А из-за чего? Из-за чего? Да. Потому что сын возил туда все. Куда? В квартиру. А. У меня покойный. Понятно. Понятно. Вот чего. И вы сейчас без квартиры? Что это? Я попадал в свою квартиру. Бенбанки охраняю, бомжей выкидываю. Бомжи. Опять замок украли. Хотел врезать, украли. И у нас осталось это на дочь. Это вообще беспредел. От них прячутся. А от кого? От этих бомжей, которые на улице в голову. Вот здесь все, за помойкой. Серьезно? Да, они вино находят, курить нет, пожирать нет. Дали, дай курить. А вы раньше вообще, вы на пенсии или работаете где? Я сейчас на пенсии, а пенсию я не могу оформить, потому что паспорт украли у меня в 3-м отеле. А, у вас паспорт украли? Надо две штуки. А где их взять? Где? Кто бы помог, да? Да, кто бы помог. Никто не поможет. Только обещание. А, например, церковь? Церковь? А церковь? Да. В церковь я в храм не хожу. Там охранник один челкнутый. По горбине мне как даст только. Это разница, это дело. В храм не пускают. Это охранник вас бьет? Да. Понятно. Я батюшка уже говорила. А духовные служители, что говорят священнослужители? А, уже батюшка знает. Да, в 3-м отеле работаю. Инвалидную пенсию я потом сделаю. Уродом сделаю, ввести хожу. Пьяный я хожу, да. Вообще не сплю. Пенсия 10-го числа. Опять я ее не получу. То, с чем тысяч пропал, я с того же буду на пенсию еще. А вас как величать? Галина Петровна. Галина Петровна? Да. Понятно. Вот я их и разыскиваю. Я говорю, давай, давай, пускай вернут замок по-хорошему. У меня воруют. А? У кого? У меня воруют. 100 рублей дай. Курить дай. Я сама хожу, пистолет. Буду батюшку собирать. Только помой, давай. Хватит, как устава. Они жрать хотят. Все накрыли. Вот так вот. А тогда на питание где чего берете? На питание. Люди подают хоть? Сама нахожу. Сами нахожу? У меня банк собираю, да. Это как металл. Сдаю и кормлю сама себе. Мне никто не ходит. Нет, ну а кто-то вообще-то, может быть, кто-то что-то подает иной раз или как? Да подают. Дают люди добрые? Я туда не хожу вообще. Я в нем прохожу. Нет, я говорю, ну вот люди, например. Ну да, и праздники вот были. Я вообще не стояла. На кастово мне спрятали. От бомжей, от парткоман. Я что, наркоман, все? Десять копейк только в карман. Они не дают мне поднять. Вот. Ну и все аккуратно. А я подхожу, мне стоять, здесь нельзя никак с ними. Это бомжи, натуральные бомжи. Я их его... Нет, я гляжу, вы прилично одеты, все, как... Я всегда чистый хожу. Вот. С ними общаться нельзя, они живые ходят, да грязные. И мочи не грязные. А нет, а если вот на такой случай, вот, значит, где-то переночевать, чего? В Сбербанке ночую, в квартиру не могу попасть. А, в Сбербанке ночую, если? Да, вот в этом им бомжей гоняют. Это меня озарует. Я просто посижу, отдохну. Вас туда пускают, да? Да, там открыто. Ага. Они закрыты. Ясно. Кто заходит на телефон кладет? Нет, это, наверное, днем. Все, это ночью. Ночью? Да. А кто более? Бар, два водя, сочетание. Скала. Мне подают, я просыпаюсь, опять денег нет. Телефоны у всех попадают. На меня свалили. Да в эту квартиру тоже не могу зайти, там хотят убить. Там у меня вещей море. Скажу все равно. Сотканье. Одни их прячут, одни их прячут. Так а вы туда-то тогда не ходите, если они вас там бьют? Куда они не ходят? Ну, в это, как, в церковь. А я в храм не хожу туда больше. Если вы говорите, вас там охранник бьет. Да. К ресту подойти нельзя, да? Это, это, конечно, с ума сойти. Это, это, это надо уже... Когда это было так, а? Это уже, это, это уже надо пожаловаться. Это уже надо пожаловаться. Вообще-то уже... Да батюшки-то сказала. Боюсь я туда заходить. Как я у Семена, так он мне гоняет отбил. Да вообще я туда не хожу. Я мне прохожу, потому что... Угу, понятно. Как можно уже не с мамой сходить? Понимаете? Ну да, я понимаю. А как еще не ходила ни до Пасхи, ни после Пасхи? Сын синиться, мама синиться. Когда приду, а с чем я пойду? Ясно. А где вас вообще так можно найти? Да я так, вот здесь у церкви. Каждый день я здесь прохожу. Здесь, да? Да, я каждый день прохожу. Вот эти, которые сидевшие, все меня вот это... Раскружили. Понятно. Я что буду за них сидеть все? Вот они начнут, на улице. Я их оттуда выкинула. Там все засеряли. Представляете? Люди заходят снимать деньги или там... Воничи не продохнули. А тихонки. Ясно. Мне нельзя приходить. Вот куда уезжаешь, что ли? Я не знаю. Ну, с этим мы разберемся тогда вопросом. Конечно, воруют у меня посоветчики. Галь, есть 100 рублей? Галь, есть куриц? Галь. Наверное, находит. Наверное, подают мне, подают мне. А мне в течение концерта. Я тоже хочу, чтобы они не провели. Так это понятно, конечно. Вот сейчас в полицеринке болеет, отдохнет. Любой человек хочет покусать и нормально, нормально, нормальную физику. Ясно. Ну, инвалидную пенсию, ни такую не могу получить. Поэтому мне третье дело, говорит, от них подальше. Да, от них подальше. Они мне нужен. Я их буду искать. Я не буду их искать. Если пойду в ту церковь покушаю, там, где хлебзавод третья, там не накормят. А их кормить я не буду. Они туда ходили. Кто их там будет, надо работать. Правильно? Ну, Лангаль, спасибо. С этим вопросом будем разбираться. Ну, это же вообще невозможно. Ладно. Они мне ловлют. Там у пятерки контейнер. Там списанные все сваливают в магазин. И машины. Вот. Они это, все поднимают и несут. Давай на пустыню. А я подхожу. Галь, у тебя есть выпить? Галь, у тебя есть курить? Да вот что? Нет, что? Нет, у меня ничего. Даже 10 копейек было. Я покажу. Вот я их ловлю. И все. Я этому сказала, что пускай замок по хорошему верну. Я хотела бы старый снять, шикос ходить. Старый снять, а вот этот другой поставить. И вон опять платеж пришла. Письмо пришло. В подъезд тоже не могу попасть. Ничего, нет? Ну ладно, кажется, спасибо. С этим вопросом разберемся. Вот сейчас нам встретилась женщина. Она, по всей вероятности, бездомная. Я хочу сказать, на каком основании власти Дзержинска, я не знаю, кто там, коммунальные службы, или власти Дзержинска, или кто-ли еще, отобрали у женщины ключи от квартиры. И выкинули на улицы. Это непонятная система вообще-то происходит. Это рассудить можно из-за каких-то собак, тоже кого-то выкинуть на улице, кто собак где-то мог. А вот у нее тараканы, например, дома. Ну и что из-за этого? Если человек не хочет делать ничего дома, чтобы был, так скажем, порядок на вести квартире, так извините, пожалуйста, надо просто было как-то по-другому, соответственно, сделать. А не выкидывать этого человека на улицу. Вот это все, что я могу сказать. Это вообще-то уже называется отношение совсем такое. И вон выходящий, то, что происходит у нас в городе, очень плохо. С этим надо будет разобраться. Спасибо.